Как быть, когда хочется молиться своими словами и разговаривать с Богом от всего сердца? А по канонам требуется вычитывать множество молитв, во время чтения которых язык тарабанит, а мысли далеко. Можно ли молиться своими словами? Мы обсуждали этот вопрос, но раз он опять возник, давайте я еще раз об этом скажу. Первое, молитва, конечно же, должна идти от сердца. И если вы начинаете свою молитвенную духовную жизнь, то самое главное это начать к Богу обращаться. Это самая сложная вещь. Признать, что Бог есть, то есть я человек, у меня три высших образования, я завишу от себя, и тут я буду кому-то молиться, говорит наш ученый ум. Такой, знаете, прожженный. И он говорит, нет, нет, я хочу помолиться. Он говорит, не надо тебе молиться никому, ты сам все можешь, вон тебе что в интернете говорят. Все зависит только от тебя, не надо никому молиться. Говорит, нет, я хочу. Это шаг вообще. Это сильная вещь, когда человек перешагивает через свой материалистичный, эгоистичный и гордый ум и признает Бога, обращаясь к Нему. Это круто вообще. Это должно идти от сердца. Это уже подвиг. И уже будет эффект от этой молитвы. И хорошо, когда есть вдохновение, и вы своими словами это вдохновение проявляете в молитве. Это очень хорошо. Начните с этого. Начните с этого. Это классно. Но потом вы захотите, естественно, захотите узнать, а как сделать для него приятнее. Когда вы знакомитесь с человеком, когда вы не знаете, вы дарите что-то, но когда вы ближе его знаете, вы начинаете понимать, что ему действительно нравится, что ему не нравится. И будете хотеть делать то, что ему приятнее. И точно так же в молитвенной жизни человек хочет более близких отношений. И поэтому он начинает узнавать, какой Бог и что ему нравится. Как узнать об этом? Об этом говорят святые. И не нужно думать, что вот эти молитвы, которые... Сейчас вот вы говорите, я тарабаню просто, не понимаю даже, что происходит. Эти молитвы-то хорошие. Они круче, чем ваши молитвы. Потому что их святые произносят, которые и философские, и как-то эмоционально больше понимают. Ты ближе с Богом. Проблемы просто, я не знаю, чего они просят. Для меня это просто тарабарщина. Но когда я вдохновлен поближе быть к Богу, то я начинаю интересоваться, а что же святые там говорят. Я начинаю изучать. Не механически, потому что надо, а мне просто интересно, что же там они говорят. Я хочу так же, как они говорить, так же, как они просить, так же, как они прославлять Бога. И тогда человек что делает? Он берет эти все молитвы, которые ритуально он делал до этого, и начинает изучать. Начинает спрашивать у знающих людей, что это означает, как это правильно. И в момент уже, когда он на службе, он не просто это делает механически, а он уже с пониманием это делает. Пусть даже по шпаргалке. Возьмите, вот я провожу такой, у меня есть отдельный курс для тех, кто следует ваишнавизму. Я беру эти молитвы, которые есть регулярные, ежедневные молитвы. Мы просто каждую молитву по словам разбираем. И человек потом, когда уже начинает молиться, он берет это с пословным разбором. И он начинает уже с пониманием это делать. В конце концов, эти слова оживают для него. То есть, начать можно вообще с любого обращения. Это в любом случае хорошо. Но постепенно человек начинает брать молитвы святых и присоединяться к этим молитвам. Вот так обычно происходит. А так можно, можно. Вот так обычно. Продолжение следует...